Теория привязанности это изучение того, как ваши отношения с родителями или опекунами с младенчеством закладывают фундамент для ваших будущих отношений во взрослой жизни. Психолог Конрад Лоренц наблюдал за тем, как гуси вылупляются из своих скорлуп. Он был первым лицом, который видели гуси после вылупления. Конрад понял, что после того, как гуси вылупились, они следовали за ним, куда бы он ни шел. Они были запрограммированы верить в то, что первое, что они видели, когда вылупились, являлось их матерью. Конрад Лоренц осознал, что время вылупления гусей является для них важным периодом развития, потому что они понимают, кто является их матерью. Он определил этот период как некий чувствительный период, в котором вы были настроены чему-то научиться или чувствительны к чему-либо. Джон Болби адаптировал данную работу своей собственной теории «Этапы взаимодействия человека со своими родителями или опекунами». Первое состояние – это предварительная стадия привязанности. Обычно она делится от нуля до двух месяцев, и именно здесь ребенок не может увидеть разницу между его и ее матерью и окружающими людьми, с которыми он взаимодействует. Второе состояние – это привязанность в процессе осознания. Обычно оно происходит между двумя и шестью месяцами, когда младенец может узнать, кто его или ее родители, но не расстраивается и не огорчается, когда их нет рядом. Третье состояние – когда мы разрезаем привязанность. Длится между шестью месяцами и четырьмя годами. У ребенка, наконец, на этой стадии развивается тревога, разлуки. Он заметно расстраивается, когда фигура матери покидает его. Четвертая и последняя стадия теории Болби называется партнерством с исправленной целью. Обычно она длится от четырех лет и далее. Ребенок начинает, наконец, понимать, что родители уйдут и вернутся, поэтому ребенок не расстраивается, когда родители в спешке уходят. Мэри Энсворт придумала блестящую идею для исследования, названную «Странный ситуационный эксперимент», который расширил творчество Джона Болби. Первый этап исследования Энсворт состоит в том, что исследователь помещает родителей и ребенка в игровую комнату, где они будут проводить большую часть занятий. Исследователь будет наблюдать за взаимоотношениями родителей и ребенка в процессе обучения. На втором этапе родитель отойдет подальше и сядет, и тогда ребенок начнет играть с игрушками, а исследователь будет наблюдать за тем, как далеко и как долго ребенок находится от родителя. Если его ребенок находится вокруг того места, где сидит мать, это называется превращение ее в надежную базу. На третьем этапе происходит незнакомец и садится и начинает разговаривать с родителем. Теперь мы будем наблюдать за тем, как ребенок реагирует на незнакомца, входящего в комнату. Ребенок ничего не будет делать или приблизится к матери, испугавшись. Четвертый этап. Мать выходит из комнаты и оставляет ребенка наедине с незнакомцем. Теперь мы смотрим, боится ли ребенок и проявляет ли беспокойство, разлуки, когда мать выходит из комнаты. Пятый этап. Незнакомец выходит из комнаты, а мама возвращается в нее. И сейчас исследователи наблюдают реакцию ребенка на появление матери. Например, ребенку может быть просто все равно, или ребенок может злиться на мать за то, что она ушла, или ребенок просто будет счастлив ее видеть. Этап шестой. Когда мать выходит из комнаты, и ребенок остается в полном одиночестве. Здесь исследователи смотрят на появление тревоги, разлуки, то, как ребенок смотрит, начинает ли он плакать, очень расстраивается, или ему все равно, когда мать уходит. Этап седьмой. Незнакомец снова входит и пытается утешить ребенка. Здесь исследователи пытаются понять, может ли ребенок быть утешенным незнакомцем. На восьмом этапе родитель возвращается в комнату, успокаивает ребенка и начинает играть в игрушки. Здесь исследователи смотрят на то, как ребенок реагирует на воссоединение. Злится ли он на свою мать, или просто счастлив ее видеть? Мы определим четыре типа привязанности, но прежде чем мы перейдем к ним, я хочу, чтобы вы вспомнили, когда вы были расстроены расставанием с вашей матерью или отцом, испытывали ли вы тревогу и разлуки. Как вы относитесь к незнакомцам? Дружелюбны ли вы в целом или нет? Если бы ваши родители уехали, вы бы были рады их видеть или не были бы так счастливы? Вы чувствуете себя более комфортно и следуя свое окружение? Или вы считаете, что вашим родителям нужно проводить с вами много времени, как с ребенком? Подумайте об этих вопросах, а затем мы продолжим и обсудим четыре различных типа привязанности, которые Эйнсворт наблюдала в своем исследовании. Первый тип привязанности – это надежная привязанность. Дети с такой привязанностью определенно огорчаются, когда мама покидает комнату. Когда незнакомец входит в комнату, они избегают незнакомца, даже если мама сидит рядом. И только если мать в комнате ведет себя дружелюбно, то дети могут быть счастливы. Они радуются, когда мама возвращается в комнате. Когда мама находится в комнате, они обычно не стесняются исследовать комнату, но всегда оглядываются, чтобы увидеть, где находится мать. Им важен тот факт, где именно в комнате находится мама. Около 70% детей обладают надежной привязанностью. То, что у вас есть привязанность к друзьям или к себе – это нормально. И вам может быть грустно. Действительно грустно, когда они уходят. И это нормально – испытывать счастье, когда ты снова увидишь их после разлуки. Нормально хотеть познакомиться с кем-то новым, пока вы с друзьями и людьми, к которым у вас есть привязанность. Намного сложнее познакомиться с кем-то в одиночестве. И это тоже совершенно нормально, поскольку надежная привязанность является наиболее распространенной, а также самой здоровой, согласно некоторым психологическим исследованиям. Следующий тип привязанности, который испытывают дети, называется устойчивым или тревожно-амбивалентным. Ребенок сильно страдает, когда мать покидает комнату. Даже когда он надежно привязан к ней эмоционально. Младенцы обычно боятся незнакомцев. Когда мать возвращается в комнату, ребенок обычно обижается на нее за то, что она оставила его или ее. Дети с тревожно-амбивалентной привязанностью обычно не могут исследовать комнату. Они держатся ближе к матери. Около 15% детей имеют тревожно-амбивалентную привязанность, что связано с жестоким обращением с детьми. Эти дети менее приспособлены, чем дети с надежной привязанностью. Избегающий тип привязанности – это когда ребенок не испытывает беспокойства по поводу разлуки, когда мать уходит. Ему нормально с нестокомницем, он спокойно играет с ним, он мало заинтересован в матери. Когда она возвращается в комнату, дети с избегающей моделью привязанности с большой вероятностью могут участвовать в антиобщественном поведении и могут иметь трудности в восстановлении близких отношений с другими людьми. Неорганизованный тип привязанности обычно наблюдается при жестоком обращении с детьми. Происходит то, что ребенок действительно чувствует облегчение, когда мать уходит из комнаты, потому что мать могла обижать ребенка. Ребенку будет теплее и приятнее видеть незнакомца. Он может быть даже более счастлив видеть незнакомца, чем родную мать. В некоторых случаях психологи намеренно ищут у детей неорганизованные модели привязанности, чтобы помочь определить, происходит какое-либо насилие над детьми. Сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы позвонить родителям и спросить, какой у вас был тип привязанности с детства. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мои практические тесты и создавать собственные тесты для изучения. Если вам нужны тесты по данному материалу или другому любому нашему видеоматериалу на YouTube-канале, добавьте меня как приятеля по изучению ваших тестов на bgcolinsobaka.gmail.com Также мы будем публиковать новые видео по психологии каждую неделю. Так что, если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь, нажав на колокольчик моих тестов ниже, чтобы получать последние новости, видеоматериалы. Большое спасибо за просмотр. Продолжение следует...